Семён Тодорович Семён Тодорович Семён Тодорович Я вам честно скажу Вот за долгие годы Я ещё отобрал что-то Из избранного Какие-то новые вещи Симпатичные истории Я вам должен сказать Пишу И ничего другого делать не умею То есть рекомендуете прочтение? Рекомендую И в отличие от многих Хотя просто может я немножко В другом жанре работаю В отличие от стендаперов Помимо их молодости, красоты И бойкости Меня можно читать глазами Вот очень немногие работающие В этом жанре читаются глазами Я читаюсь глазами Поскольку всегда есть какие-то Истории, какие-то сюжеты Какая-то там притча Я ещё всё-таки слежу за словом Я привык сначала думать А потом писать И потом править Поэтому там И по языку не так плохо Мне так кажется Поэтому вот Если у вас бессонница И вы хотите заснуть Семён Теодорович Мне кажется Вы читаетесь не только глазами Вы читаетесь ещё и ушами Потому что Ваш голос знают все И если вы заговорите Никто не скажет Что это Ну я даже не буду приводить фамилии Все будут знать Что это Альтов Поэтому Это правда Глазами, ушами Это правда Потому что Вот оказалось С годами Очень много В физиономии Я себя не всегда Утром Узнаю в зеркале Но вот голос Как отпечатки пальцев Он почему-то Практически не меняется По крайней мере у меня Вот этот дефект речи Это в принципе Я просто неправильно говорю Как мне когда-то объясняли Я не туда набираю воздух Да А тут Отсюда вот эту Тут ровный Странный Такой звук Морала Я не знаю С чем это И действительно Я вот куда-то вхожу Тишина Как только Я говорю Заверните там Они говорят Это вы? Я говорю Я Да вот Такой Вдруг стал фишкой Вот этот Тут ровный Звук Простите Простите Такой Такой же будет Восприятие Может быть Может быть Я много на себя Беру Сюжет Ребята У меня Я вот Как раз Вчера Замечательный концерт Не знаю Кто был В театре Каменю Вот Молодцы Спасибо вам За вчера Потому что Мои родные Они Но Мои концерты Не ходят Может у жены Обычно Что-то С сердцем Она Не может пережить Что я Начинаю читать Много нового По идее Концерт Люди Заплатили Деньги Значит А за 40 лет У меня Вот Нердер Были 22 передачи По полчаса Уже 11 лет Тому назад То есть Я могу Набрать Шлягеров И И все Будет Хорошо Нет Меня Тянет Читать Новое Я Вчера Благодаря Публике Замечательный Ну Зал Не очень Большой Все-таки Декогорь Где я работал Там Тысяча Больше 500 человек Прекрасные Мне было Очень приятно Что я Еще Как бы С маразмом Пока Разминулся И Ну Слушают Хорошо И были Симпатичные Вечи Я Ухом Слышу Как люди Воспринимают Что им Там Нравится Так что Пока Я В здравом Уме Хотя Уже И право В нем Не быть А Вчерашний Концерт Это был Первый Концерт Где вы читали Эти новые Произведения Или вы уже Раньше Опробовали Нет 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 Негода Вот Это Немножко Может быть Жестоко Как говорится Я опробоваю На людях Но С другой Стоит Если вы Пришли На меня Вы меня Знаете Но Вам Тоже Наверное Интересно Что он Там Еще Делает И Это Это услышать Судя Потому Что Было Вчера Все Остались Довольны И я И люди Поэтому На Другой Десту На Третье Не было А скажите Пожалуйста Вот Когда Вы Пишите Новое Произведение В любом Случае Нужно Понимать Как Оно Будет Ложиться На Слух На Ком Первом Все Таки Вы Не будем Говорить Это Слово А Пробируете Вначале Я Естественно У меня Все Таки Были Родные Близкие Это Жена Сын Но Поскольку Они В отличии От Меня Максималисты Вот Я Начинаю Читать Фразу Я Говорю Ну Нет И У нас То есть Семья Не разрушилась Но я Читать Перестал Когда У нас Были Собаки У нас Были Большие Королевские Поделя Сначала Один Дринадцать Лет Того Двенадцать Спасибо Им За Двадцать Пять 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 Собачьей Жизни В хорошем Смысле Этого Слова Вот Я Читал Им Потрясающие Слушатели Я Вам Если бы Мог бы Собрать Целый Зал Вот Таких Надо Была Уникальная Запись И Потом Значит Ну а Что Делать Собак Нет Семьей В этом Плане Мы Разошлись Поэтому Тайком От них Они Слава Богу Бояться Не Ходят Вот Я Всегда Все Таки Особенно Когда Зал Большой За Тысячу Я Перекладываю Какую-то Новую Вещь Потом Проверим Если Я Немножко Посадил Значит Я Вытягиваю Но Вчера Я Три Четыре Они У меня Небольшие Тем более Это правда Когда-то Я гордился Тем Что у меня Были Рассказы Взятка Там С газеты Советский Спорт Про Саду Геракла Хазанов С ней Имел Оклашительный Спект Такие-то Длинные Вещи Там 15 18 Минут И Вот Шло Время Я Взятку Которую Раньше Это вообще Хотя Все Знали Большой Наизусть Все равно Просили 18 Минут Он нашел Литературу Там Сравнение Тут Человека Погранишую Всех Родственников Какие-то Были Хорошие Вратки Я Вдруг Начал Понимать Что Время Не Позволяет Так Долго Держать Нимание На Одну Историю Сократил 12 Минут 10 8 Снял Нельзя Долго И Интуитивно Вот Я начал Писать Такие Раньше Писал Но Стало Больше Коротеньких Пол Странички Страничка Ну Вот Так Какова Жизнь Такая Вот Клиповая Вот То Наверное И То Что Я Сегодня Делаю Не Знаю Отвечаю Или На То Что Вы Спросили Но Мне Главное Высказаться Спасибо Большое У вас Есть Апаризм Такой Что Смех Это Знак Что Тебя Понимают Верно Я Это Правда Это Даже Ваш Я Вам Верю Я Простите Еще Вопрос Не Задала Извините А Вопрос Будет Следующим Значит Ли Это Что У Смеющийся В Зале Публики Такое Же Чувство Юмора Как И Музыкально Лучше Хуже Может Его Не Быть Вообще Поэтому Вот Я Ну Сейчас Уже Реже Я Раньше Очень Много Ездил И Летал И В Поездах И Вот Если Ты В Купе Там Попутчик Это Тестирование Он Тебе Некдот Ты Ему И Сразу Все Понятно О чем Можно Говорить О чем Нельзя Очень Разное Чувство Юмора Как И Сегодня То Что На телевидении Говорят Вот Там Петросян Это Все Одни Говорят Другие Вот Это Комедий Клаб Это Пашлятин Страна Огромная И Евгений Ваганович Нужен Огромного Количества Людей Поэтому Он Остается На телевидении Это Другой Его Комедий Клаб Это Тоже Такая Молодежная Энергичная Немножко С набухшей Жилой Атмосфера Какая Ну А я Где-то Такая Золотая Середина Классика Жанра Классика Жанра Я Не стесняюсь Этого Слова Я Тут На даче Попытался Но Книга Неимоверное Количество Что Повезли Туда Думаю Ну Ка Я Перечитаю Ка Шагриневу Кожу Шагриневую Кожу Бальзака И Я Завис На Третьей Странице Вот Это Неторопливое Медленное Письмо Взял Марка Вот Клянусь Вам Читается Так Как будто Написано Вчера Или Сегодня За счет Юмора Вот Прыжинистость Прозы Причем Это Литература Не говорят Что там Гениальные Придуманные Президения Принца Ничи Никельбери Финн И прочее Поэтому Я считаю Что Юмор Вот Он Позволяет Находиться Все-таки Вне Времени Для кого-то Повторю Не для Всех Есть Люди Которые Меня Не Понимают Здесь Люди Которые Услышают Меня По телевизору Выключают Или Уходят В другую Комнату Вполне Нормально Я тоже Надо Кого-то Выключаю И ухожу В другую Комнату Это Наше Право Вот Это Мы В нашей Стране Добились Или Что-то Не Так Всегда Вы Можете В другую Комнату Гарантированно Конституцией Как Говорится А можно ли Научиться Чувство Юмора Если Оно У вас В каком-то Зародыше Есть Конечно Можно Его Развить Вот Моя Семья Все Разные Все Разные Но У всех Очень Хорошее Чувство Юмора У жены У сына У внучек У внука У собак Было Хорошее Чувство Юмора Честно Говорю Вот Что-то Такое Ну а Если Этого Нет У Горина Был Замечательный Рассказ Повязка На ноге Отчего Он Сползал Есть Люди Которые Не понимают Юмора Но Они Почему-то Вот Они Видят Люди Идут Они Приходят На Концерты И Дико Обижаются Ничего Не могут Понять Вокруг Все Смеются Они Чувствуют Себя Очень Нехорошо Не Хотите Если Человек Нет Слуха Но Не ходишь На филармонию Слушать музыку Почему Что Идешь На Все Таки Уже 40 лет Уже Понятно Будет Бубнить Но Вот Там Что-то Набубнивает Что-то Вот Такое Не Ходи Пришел Смейся Сволочь Да Действительно Смейся А скажите Пожалуйста Вот Чувства Юмора Может быть Разное У разной Аудитории Одно У другой Другое Но Раньше Был такой Жанр Как Анекдоты Да Над которыми Смеялись Практически Все Да Ну То есть Кто-то Смеялся Над Одними Анекдотами Кто-то Над Другими Но Они Все Равно Были В ходу У всех Как По-вашему Куда Пропали Анекдоты Они Себя Изжили Или Трансформировались Во что-то Другое Нет Это Никуда Не Исчезнет Когда Хотя Я Рассказывает Анекдоты Любит Вот Вначале Сразу При Встрече Он говорит Кто Придумывает И он Совершенно Серьезно Намекал Что Какие-то Инопланетяне Потому Что Очень часто Они Эти истории Безымянные Они Буквально Откликались На События В стране Там Про Брежнева Про Крущева Сразу Облетали Но Сейчас Вот этот Тик-ток Такой Есть Судя по всему Да Что значит Судя по всему Я не знаю Поверьте Мне Вам доверяю Да И там Иногда Замечательные Очень смешные И Как бы Фразочки И анекдоты И видео Какие-то Сюжетики И сейчас Люди Очень много Этого снимают Просто Этого стало Так много Что это Перестало Быть Таким Самородком Анекдоту Вот Который Раз И всех Облетел Так что Нет Он просто Немножко Изменился Не Такой Анекдот В том Смысле Этого слова Разные Формы Подачи Очень Смешные В тик-ток Тик-ток Да Я правильно Называю Да Не все Но иногда Замечательные Иногда Вдруг Я там На себя Натыкаюсь Раневские Какие-то Фразы Михаила Михайловича Жванецкого Либо Безымянные Но замечательные У меня просто Нет памяти Я его сейчас Порадовал Это Называю Путешествие По провалу Моей памяти Ничего Не помню Ну Тик-ток А вот А вот Мы говорили Тоже О разном Юморе Вы стояли У истоков Программы Вокруг Смеха И Можно ли Сказать Что Эта Программа Была Кузницей Интеллектуального Юмора Ведь Туда Был Жесточайший Отбор Туда Не могли Прорваться Многие Известные Юмористы Сатирики Которых Мы сейчас Видим На телевидении Но Им Отказывали По тем Или Иным Причинам То Это Действительно Это правда То ли Время Было Такое Вообще Этой Передаче Мы должны Благодарны Татьяне Олеговна Паухова Она была Редактором Ну Там Действительно Был Отбор Вот Не то Что Там Ниже Пояс Нельзя Было Опускаться Был Даже Ниже Груди Нельзя Было Опускаться Это И Вот Это Было Такое Направление Литературное В том числе Юмор И Вот Клуб 12 стульев Литературной Газеты Это Была Такая Ироническая Проза Замечательный Жанр Который Читался Глазами Хотя Был Дико Популярен Они Начали Уступать Они Собирали Стадион Клуб 12 стульев Вот Арканов Горин Розовский Это Была Такая Тяга К этому Замечательная Совершенно Было Время И Я Благодарен Что Я попал И Вокруг Смеха Во-первых Это Сделало Меня Популярным Тогда Не было Такого Количества Юмора На душу Населения Как сейчас Это Она Выходила Раз В месяц Если Не Реже Я Там Был 3-4 Раза В год Там Если Человек Выкатывал На сцену Рояль Рабочая Сцена Его Завтра Знала Вся Страна Он Мог Раздавать Автограф Потому Что Смотрели Все Больше Нечего Смотреть В этом Помню В клубе Двенадцатолев Редактор Илья Суслов Вот Он кричал Когда я что-то Приносил Он говорил Про что И вот Это Меня Засело Запало Я всегда Стараюсь Что-то Сказать Желательно Чтобы Это было Смешно От парадокса От Абсурда От Неожиданности Но Не смех Ради смеха То что Сегодня Коммерчески Вполне Оправданно И Имеет Право На жизнь Вот я По старинке Всегда Хочу Что-то Сказать И в этой Книжке Вы Натнетесь На то Что Иногда Он что-то Говорит Иногда Даже Неплохо Вы пишете Уже Более Пятидесяти лет И как раз Мы сейчас Затронули О том Что Юмор Меняется Как По вашему Изменился Юмор За эти Годы Ну Как Наша Жизнь Она Стала Юмор Жизнь Более Стремительная Юмор Более Стремительный Более Бойкий Смешнее Наверное Но Если смотреть Хотя Я Может Открою Секрет Вот это Безумное Веселье На экране Телевизора Где И на мне Тоже Происходит Я помню Когда я Чаще Я бывал На телевидении Я жил В Москве Гостинице Ленинградская Площадь Трех Вокзалов Часто я бывал На телевидении Чаще Чем теперь И администратор Что приятная Женщина Говорит А можно прийти Чтобы меня показали По телевизору Для кого-то Это очень важно Я говорю Ради Бога Я договорюсь Она еще Привелась В порядок Накрасилась Ее показали Она была счастлива Через год Он говорит Смешно Я говорю У меня дома Начались неприятности Я говорю Что такое Я прихожу С работы Может Где ты была Я говорю На работе Говорит Сейчас был концерт Посвященный На дне милиции Ты там ржала Как ненормальная Они просто Вырезают Симпатичные лица И потом Даже на похоронах Они могут У вас Я знаю Трех людей Они давно Умерли А на экране Они хохочут До сих пор Поэтому Ну нет Действительно Вот комедий клуб Там Ну Гарри Харламов Это комик От Бога вообще Остальные неплохие ребята Хотя криков Очень много Вот набухшие жилы Я вот так и говорю Я никогда Не напрягаюсь И не напрягаю Зрителей Другой Более такой Эмоциональный У них очень бывают Хорошие миниатюры Даже целая Фабрика Это я один Я вообще Наверное Последний Из магикан По бумажке Что-то читаю Там работает Куча народа Талантливого Кто-то пишет Придумывая сюжеты Кто-то Диалоги Репризы Финал Ребята играют В серьезную Бизнес История Поэтому Вот такой Сегодняшний Угар Конечно Не тот Который Я тут Вспомню Я маленький У нас дома В нашей коммуналке На Бородинской Еще радио Такое Никакого телевизора Никакого телевизора Не было Такой Черный Такой Типа Тарелочки И он Дребезжащим И по воскресеньям Была передача С добрым Утро Внутри И был такой Борис Ласкин Прекрасный Писатель Юморист Красивый Мужчина И вот Все слушали Его рассказы И тут Где-то Повторили Что-то Вот так же Как С шагреневой Кожей Бальзака Ух ты Как медленно Как неторопливо И как Не смешно Поэтому Время А тогда Люди Подыхали Сосны И время Все меняет Не только Нашу физиономию Но и то Что вокруг Юмор Конечно Другой Все другое Я помню Где-то Выходишь на Невский Стоишь Одна машина Проехала Вторая Машина Проехала Вот сейчас Я добирался Сюда Поэтому Все стало Быстрее Жизнь Короче Все Все быстрее Ну В юмор Проникает Еще и Ненормативная Лексика Да И слова Становятся Короче Может ли Мат Он быть Смешным Или зависит От порядка Слов Там Интонации Какой сказать У кого-то Будет смешно У кого-то Нет Я скажу Больше Я вчера Говорил Это правда Что я Когда Выхожу На сцену Я работаю По старинке Без мата Что конечно Резко Сужает Аудиторию Встают Уходят Я говорю Давайте я буду Делать паузу А вы Значит Сами Тогда Вставляйте По необходимости Причем Чем дальше Тем паузу Надо делать Больше Да Мат Мне кто-то Сказал Может быть Это правда Не хочу Приводить Конкретный Пример Вот эти Ребята Которые Коммерчески Этим Занимаются Если я Скажу Скажу Там Мама Спрашивает Дочка Где ты Была Если она Говорит Дочка Где ты Была И вставляю Конкретные Слобы Это Становится Смешным Поэтому Мат Иногда Вставляется Если Александр Анатолий Ширлин Который Я считаю Эталоном Такого Вообще Человеческого Юмора Вот он Иногда Матерится Но Как я Писал ему Там К юбилею Он это Делает Как повар Который Добавляет Приправу Для аромата Фразы Это совершенно Другая история Ему Можно Не грязно Надо Не надо И Чисто Мат Вообще Эту штуку Я вот Ване Урган Того говорил Когда я был У него Что по-моему Вот смски Это началось С мата Мат Это смс Потому что Одно слово В фактический Значок И можно Скать все От любви До ненависти Очень удобная Штука Действительно Ну Как-то По старинке Мне не очень Нравится Мне кажется Что есть Запрещенные Приемы И так же Как Я понимаю Ниже пояса Там Масса Интересного Кто спорит Но Все-таки Тем более Когда вот Девочки Эти стендаперши Ну должна же быть Какая-то Радница между Мужчиной И женщиной Так Мне кажется Но не надо Если она Так же Матерится И так же Жестко Шутит Как Мужчина Что-то Натеряет Но она Теряет для меня А ей на это Наплевать Поэтому Пусть Матерится То есть Все-таки Должны быть Какие-то Табу В юморе Ну Табу У каждого Свои У каждого Свои Видите У нас Далеко Не все Можно В стране Но Вот это Оказывается Можно Хотя Это По-моему И На воспитании Молодежи Говорят Что надо Бы Надо Бы Нет К сожалению До этого Государство Руки Ноги Не доходит Пока Она занята Другими Делами А давайте Вернемся К вашей Новой Книге Мы Не договорили О том Как строился Отбор Произведений Ведь я Уверена Что Вы все Их Любовно Отбирали За 50 лет Написанные Как Вот Какие-то Пришлось Оставить В столе Да Почему Я Ну Не сужу С ними Посмотрю Я Очень много Не включил Вот Я вчера Читал И У меня Очень много Таких Коротеньких Совсем Коротеньких А тут Книжки Их Нет Вообще Вот Предыдущая Такая Была Большая Юбилейная То ли Белкин Не оформлял Там Очень Много Вот Таких В промежутках Такие Закладочки Что ли С фразами Здесь Их Не было Ну Я Уже Знаю Что Какая-то Классика Моя Причем Я Далеко Не все Читал За сцены Были Какие-то Рассказы Которые Ну Нельзя Читать Они Замечательные Но Они Не Один на один А так На зал Это Можно Посадить Хотя Они Мне нравятся Я думаю Что у меня Хороший Вкус И те Люди Которым Я Интересен У них Тоже Хороший Вкус И Это Будет Интересно Что-то Я Ну Все-таки Когда Предыдущая Книга Когда Было Лет Пять Шесть Я Жапеш Я Ничего Кроме Этого Делать Не Умею Надо Куда Это Девать Вот Вот Оно И Вошло А Можно Сказать Что Эта Книга Является Октобиографией Творческого Пути Ваших Текстов Ну Вот Я Когда Смотрю В зеркало И Понимаю Что Конечно Происходят Необратимые Изменения Естественно Как У Всех Но Какие-то Вещи Написанные Ранее Вот Они Мне Нравятся Вот Там Есть Эдвард Бекерфильд Младший Там Про Классического Неудачника Симпатичная Штука Очень Написанная Очень Давно Ничего Не потеряла Моя жена Вообще Говорит Что Там Есть Рассказы Тюбик С ультрамарином Это Про Тебя Может Быть Хрен Разные Нет Ну Я Отбирал То Что Мне Нравится Хотя Остальное Мне Тоже Нравится Ну Не Может Не Нравится То, что Нравится Можно Запишут Это Афоризм Да Или Иначе Смейся Раз Пришел Семен Тайдорович Вы Почитаете Нам Сегодня Что-то Из Новой Книги Ну Что-то Может Быть Небольшое Или Большое Все Что Нравится Нет Большое Читает Я Жду Я Жду Машу Дюнушка Подойдет Она Оформляла Эту Книжку Мне Говорит Очень Симпатично Она Где-то Стоит В пробке По-моему Вы Спросите Что-то Еще Пока Я Листаю Чтобы У нас Не Было Пауз Хорошо Вот Вот Хороший Вопрос Я Спрошу Опять Таки По Поводу Вашего Голоса Потому Что Для Меня Да Вот Для Меня Лично Извините Что Я Перехожу На Личности Да Для Меня Семен Альтов Это Прежде Всего Голос И Мы Говорили Об Особенностях Произношения Как Вы Сказали Неправильно Вдыхаете Или Вы Дыхаете Да Почему Вот Такой Красивый Голос Где-то Не Там А Где-то Не Там Набираете Звук А Скажите Пожалуйста Почему Тогда Если Вы Что-то Делаете Неправильно Вас Пародируют Так Многие Странные Эрдистратные Артисты Братья Пономаренко Хотят Тоже Неправильно Вдыхать Христиенко Неправильно Вдыхает Нет Ну Наверное Для Пародиста Это Ребята Которым Бог Дал Действительно Менять Голоса И Галкин Делает Это Замечательное Ну Наверное Это Не Так Сложно Попробуйте А Как Вам Кажется Ну Я Конечно Попытаюсь Но Я Не Знаю Насколько Я Попаду Вальтова Уже Близко Насколько У них По-вашему Получается Попадать Вальтова Ну Это Не Так Ну Чтобы Не Было То Что Вот Была По-моему Кристианка Какая-то Очень Пошловато Такая История Моим Голосом Вот Это Мне Неприятно Пародируйте Но Чтобы Это Было Все Так В рамках Оригинала Да По Тексту Ну Вот Чуть Чуть Недалеко Чтобы Это Было Ну Там Важно Чтобы Было Узнаваемо Похоже Больше Ничего А Мне Еще Что-нибудь Спросите Или Вы Читаете А я Нашел Ну Вот Это Не Бог И Что Передаю Всегда Две Задачи Выбить И Притом Не Нажраться Решить Это Уравнение Пока Не Удалось Никому Когда Жены Нет Приглашаю Друзей Напившись Дарю Все Что Есть В Доме От Каз От Подарка Приравнивается Гос Измене Жена Вернувшись Как Медведица С ревом Встает На дубы Дом Пустой Ходим По Друзьям Извиняемся Подарки Назад Забираем Последний Раз Сучил Кому-то Диван На Котором Мы С женой Спали Слава Богу Интеллигентные Люди Поломавшись Вернули Только Дома Заметили Наш Старый Диван Был Зеленый Тряпкой Обшит А этот Коричневый Кожаный Впервые Жена Больный Нет Мне Боря По телевизору Предупредили Первый раз Слышу Поэтому Все себя Плохо Чувствуют А я Нормальный Потому что Вы не слышали Сообщений Теперь Вы в курсе Скоро Вам станет Так же Плохо Как всем Не Благодаритель Это Бескусица Ну как Можно Красные Зеленые Синие Желтые И вы Еще мне Букните Какой-то Гармонии Молодой Человек Ну и Что С того Что Поперек Неба Ваша Дурацкая Радуга В Риме Надпись Не курить Не сорить Собак Не выгуливать На всех Языках Кроме Русского Выходит Только Нам Тут Можно Курить Сорить Собак Выгуливать Что За дискриминацией Я уже Не так Молода Чтобы Знакомиться С мужчиной При свете Чем Темнее Тем Поверь Тебе Привлекательнее Черночина Француза Наткнулась Вернее Он На меня Еще бы Чуть Чуть А случилось Непоправимое Так Этот тип Закуривай Зажег Зажигалку Увидев Меня Стал Заикаться Дал Деру Трус Прежде Чем Начал Познакомиться Интересуюсь Молодой Человек Огонька Не найдется Если нет Можете Проводить Что Может быть Лучше Заблудившись С мороза Войти Наконец В теплый дом Голодным Сесть За накрытой Хозяюшкой Стол Заключенному Привезти Ночь Женщины Да Мало ли Радости В жизни Если Заранее Подготовиться Замерзнуть Оголодать Сесть Тюрьму По утрам Пью кофе Со сладким Ликером По имени Белис Глоток Бодрячего Кофе Глоток Расслабляющего Ликера Глоток На глоток Кофе Богоражит Зовет Немедельным Действием Ликер Расслабляет Советует Не спешить Лежа В постели Я наблюдаю Как они Во мне Борются Вы Скажите Да это же Уход От реальности Еще Какой Рекомендую Парень Парень Звонил Из России В Австралию Слышно Хреново На восьмой Минуте Понял Что попал Не туда А уже Деньги Потрачены Кричит Труп Девушка Не знаю Как вас Зовут Ошибся Номером Будьте Любезны Позвоните По телефону Такому Скажите Гале Е Звонил Миша Если не Затруднит Передайте От меня Гале Сто Долларов Целую Крепко Ее Через Вас В пустыне Ни столба Ни кустика Ни дерева Где воспитанному Псу Ногу Задрать От разрыва Мочевого Бузыря Спаниель В пустыне Не скончался Потому что Интеллигенция Нашел Наконец-то Работу На корабле Нет Ни матроса Нет Ни повара Не угадаешь Взяли На ставку Человек За бортом После Ужина Для развлечения Пассажиры Падаю За борт Матросы Спасают Пассажиры На моем фоне Делают Селфи 20 долларов Каждый выброс А если утонешь 5000 чистыми Публика В зале смеялась Это значит Что понимали Я кстати Вот отметила Всех Кто смеялся Даже под масками Те Кто не смеялся Тоже отметила Я расскажу Потом Где они сидели Вот И может быть Кто-то готов Задавать Свои вопросы Семену Теодоровичу Пожалуйста Поднимайте руки Пожалуйста Добрый вечер Скажите пожалуйста В юности Вы уже Начали шутить И жаждали Ваши друзья Вот такого Общения с вами Были ли вы Душой компании Уже тогда Понимали ли Они вообще Ваш ум Да я сейчас Еще Та душа Между прочим Если говорить Про компанию Нет-нет Я абсолютно Там Химик Мечтал Сталь Мне там В детстве Сделали подарки Я очень долго Шел по этому пути И Абсолютно Ничто Не предвещало Хотя Что-то Наверное Во мне Такое Бурлило Потому что Мы еще Два человека Когда я учился В техноложке Мы устраивали Первый апрель Вот я это Прекрасно помню То есть Какая-то Что-то Такое Причем Значит Мы устраивали Это какой-то Вот Первый апреля Мы всю ночь Там Какие-то Надписи Меняли Срывали Занятия В общем Дуратились Как могли Сами получали От этого Огромное удовольствие И поскольку Это были годы Студенческих Строек А у нас Были такие Престижные Вот я там был В Мурманск Там можно было Больше заработать Ни городской области Меньше Мы взяли Думали Что это шутка Сделали чучело Строители Повесили ему На грудь Табличку Меня не взяли В Мурманск И повесили На фонарном столбе Во дворе Техноложки В эту ночь Умирает Министр обороны Мобильников Не было Катюша Это ты Или кто-то Иди Проходи сюда Мы Понятия об этом Не имели А в те годы Катя Вот здесь Местечко есть В те годы Портком То есть Нас вызвали Утром Они решили Что мы решили Вот так Сверхи На смерть Министра обороны Доказывать Что мы не имели Об этом понятия Было невозможно Чуть-чуть Не вытолкали Из института Ну вот Тогда Вот что-то Такое было Потом какие-то Стихи Как и все В этом возрасте Что-то такое Писал Черт Как это началось Даже я Понятия не имею Ну вот Оказалось Что я могу Какие-то Сочинять Фразы Первая Вот это Четыре рубля Какая-то Вот я помню там бабушку с днём рождения, и сейчас она прекрасный художник. Вот здесь рисунки очень неплохие, которые эту книжку делают, по-моему, даже интересные для современной молодёжи. Это вот Катины рисунки. Поэтому если что-то вот бьёшь в одну точку, то что-то в результате получается. Да, вы же говорили, что у вашей и у всей семьи отличное чувство юмора. Я так понимаю, что у Кати она даже в пальцах, судя по рисунку, это чувство юмора. Ну, куда наденется, вы сводите. Тут уж такая семейка, да. Хочешь, не хочешь? Хочешь, не хочешь. Смеюсь, я раз пришёл. Пожалуйста, есть ли ещё у кого-то вопросы какие-то? Кто-то, может быть, что-то хотел узнать или хочет, но стесняется спросить. Не надо стесняться. Пожалуйста, задавайте вопросы. Скажите, а как вы будете встречать на вывод? Вот это конкретный вопрос. Ну, видите, к сожалению, я уже на протяжении вот предыдущих восьми или девяти лет, я работал 31 числа в шесть часов вечера. Балдом вот там на Метфогорьковске. Мне казалось, как это новый полный зал, прекрасный приём. Люди приходили уже нарядные, получали хорошее настроение. И дальше шли встречать. Но сейчас я переехал тут по разным причинам. Вот до Когорького дворец искусственный, нынешний метро Нарвская. Что будет с этой пандемией? Видите, я проскочил вчера, вот работал в театре комедии. Сейчас уже какие-то пиар-коды. И что будет, никто ничего не знает. Хотя вот сейчас шёл, переходил Невский проспект, один-два человека в маске. Как я говорю, наш народ, считай, пока сам не сдох, но ни за что не поверит. Ну и правильно. Вот представитель народа. Наш народ так считает. Вот, поэтому трудно. Ну, дома, 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 дома. Ну, хотя там дети, внуки, естественно, разного сраста в одну. Иногда заходят на друг дружку, поздравляем. Ну, в основном, с женой уже долгие годы вдвоём. Оливье. Всё как положено. Катя улыбается. Что-то, какое-то сомнение в лице. Нет Оливье, да? Нет, я помню, конечно, когда мы были моложе, это всё было событийнее каждый раз. Ну, я так, не то что шучу, я помню, когда люди молодые, это нормально совершенно. Это мысль какая-то там о сексе, каждый раз новые компании, а вдруг. А в старости одна мысль, не дай бог. Всё меняется. Это печально, но нормально. Пожалуйста, ещё вопросы. Да, пожалуйста. Ещё один конкретный вопрос. До конца рецепт раскройте, сколько глотков Бейлиса надо сделать нам? Идем. Всё зависит от вашего организма. Это очень индивидуальный подход. Я помню, что я могу считать, как мне вспоминать. Нам когда-то, очень давно, в советские времена, подарили миксер. Это тогда диковина была вещь, и мы знали, что делается вот ликёр какой-то. Мы, значит, как дети, мы перемололи, по-моему, всё, что у нас было в доме. Включая гречневую крупу, по-моему. Ну что, этот сам звук, и вот этот... Да. Было вкусно, конечно, да. Пожалуйста, ещё вопросы. Пожалуйста. Активная вот эта половина у нас. Как я понимаю, ваши книги ведь переводят на другие языки? Вот в этих странах. Уж не знаю в каких-то. Япония, Китай и всё круче. Вообще они понимают, они смеются, если вы это знаете. Вот где здесь редактор, издательства, издательства, издательства? Я им говорю, я уверен, я знаю. У меня достаточно большая библиотека по юмору, и я знаю, что в принципе я переводим на другие языки. Поскольку у меня нет, как у Жванецкого, очень такого своеобразного детского языка, есть сюжет. Тем более, на моей памяти пример, когда я, ну я же автор последнего спектакля Аркадия Райкина, и когда они были на гастролях в Венгрии, он был личным другом Яна Жекадора, там был приём в советском посольстве, да. И вот, значит, венгрии, дамы в вечерних платьях, мужчины, смокинги, наш труп Аркадий Исааковича. Ну, такой импровизированный концерт. Кто-то там попел песню, он мне говорит, Аркадий Исаакович, я говорю, почитай. Ну как, венгрии, читай здесь, хороший переводчик. Я читал вот эту историю про статуи Геракла, причём интуитивно думаю, что он будет понятнее венгриям, если буду говорить медленно. Я по-русски говорил, очень медленно. Потом венгрии переводил, и я первый раз, и последний раз в жизни имел двойной успех. Я читаю по-русски, смеются наши, перевод венгрии, смеются венгры. Ситуация смешная, и я человек достаточно скромный, вы знаете, никогда не упадал не лезу. Я с большим уважением, мне всегда интересен. У меня пять книжек Вуди Алина. Кино, вот так я спокойно отношусь, на то, что он пишет, это замечательная ирония, юмор высокий. И какие-то вещи достаточно похожи, то, что делаю я, и то, что делаю и тот. Поэтому я вот говорю, знаете, давайте попробуем, никакой финансовой, просто интересно. Если уж венгры смеялись, то уж, наверное, американцы присоединились бы. Японцы бы просто, а китайцы не сразу бы пришли в себя. А есть еще у кого-то какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то реальные истории, на которых основаны ваши произведения? Какие-то серьезные? Я понимаю. Ну, какие-то кусочки, да. Хотя вот эта история, она странная, потому что Виллер, у него книжка, вот, «Истории Невского проспекта». Там он писал тоже, ну, не про статую Геракла, а про какую-то статую во дворе Питерского дома. Я, естественно, ее не читал, у меня чужой буквы никогда не было. Ну, когда мы были в Одессе, а вот до всех этих печальных событий, мы там на Ямарине, все встречались на протяжении 20 лет. И масса замечательных воспоминаний, и близких там людей осталось. Там вот у них, я не помню точно, где это, статуя, по-моему, это Лакаона. Да. И мне, по-моему, Валера Хаин говорит, ты представляешь, начальство, говорит, однажды, что такое, сказала, они обнаженные, вот что-то, прилепили фиговый лесок. Ну, и родилась вот эта простая геракла, когда все к львисту прилепляли, отрепляли, прилепили. Смешная история была очень не такая. Судя по тому, что происходит сегодня, абсолютно никуда ничего не проходит с этим, с теми людьми, которые, говорят, они в Эрмитаже прилагали статую обнаженной все убрать. И вот это была такая, вот буквально. Остальные как-то там, конечно, что-то, какие-то толчки должны быть, но буквально вот только вот, на основе конкретного факта, только вот статую геракла. А, и взятка, это я, у меня и посвящение здесь написано Людню Якубовичу. Он рассказал, ну, вот сам факт, что человек пришел, и вместо денег там была сложенная газета. Но он сам говорит, что он из этого, и он, я, в смысле, сделал замечательный рассказ, такой, во всех отношениях, хороший. Да, пожалуйста, еще? Да, пожалуйста. Вас все знают как писателя Актирика, а вы не пробовали когда это писать? Серьезно? В смысле, перестать валять дурака? Ну, типа, да. Типа, приличный мужчина, уже взрослый. Нет, ну, естественно, всегда тянет что-то. Я вот сейчас пытаюсь уйти в драматургию, я в ней, честно говоря, мало что понимаю. И мне все говорят, не валяй дурака, вот эти, это, получается, этими заниматься. Во-первых, это интересно. Тем более, что не то так, ничто так не молодит, как кто когда-то занимается не своим делом. Замечательное ощущение. Вот, были попытки уже, что до комиссажерки не очень удачно прошло. Сейчас вот Катя там моя будет художником в театре на Васильевском, вот тоже в следующей истории пишу третью. Поэтому я стараюсь оправдать Ваши ожидания. Нет, нет, нет. Не надо? Все порву. А вот фильм, фильм не валяй дурака, это же по-вашему сценарию? Ну, извините. Фильм не валяй дурака, это же по-вашему? Нет. А Вы участвовали в экспедиции с Михаилом... Евдокимовым? Евдокимовым, да. Когда снимали этот фильм. Вы что-то для меня открываете новое. Это Семен Альтов. Подождите, нет, там истории были такие, если говорить о каком-то кино. Это когда-то очень давно в Белоруссии, в Минске ребята, они сделали сценарий. Взяли мой рассказ «Взятка» и монолог Миши Задорнова «Не понимаю». Вот они сделали такую историю, пригласили нас, и мы в Минске провели месяц, сами снимали с кино. Я себе там не понравился. Ну, видишь, я решил, что можно, и потом еще снимался. Я тогда не мог понять, мы приходили на съемку в 10 утра, уходили в 8 вечера. При этом люди тащили какие-то кабеля, свет, грим. Я спрашивал вечером, а сколько сняли? Они говорили, 43 секунды. Я шалел от этого, причем все вроде движутся, и вот это, выход из этого. А больше я в кино замечен не был, нет. Так что, не оправдал ваши надежды. Пожалуйста. Это прилично. Скажите, пожалуйста, скажите, из сегодняшнего вашего рассказа, мы видим, что вы встречались со многими очень замечательными людьми. Нет ли у вас желания написать что-то такое фитобиографическое? Никогда. Нет, мемуары вы вот это имеете? Да, да. Ну, по возрасту-то уже пора, конечно. Не начинать, а заканчивать мемуары. Вы рассказываете, это очень интересно. Нет, я какие-то, вот я вчера про Ширлинда рассказывал, действительно замечательные совершенно какие-то вещи. Я помню там про Аркадия Исааковича, но это наберется на несколько... У меня памяти нет. Я же когда работал с Райкиным, я вот вечером приходил к ним, и ему нужно было вечером пройтись, и я его сопровождал. Он все время мне что-то рассказывал, но если я не был бы идиотом, приди и запиши, ну хоть что-нибудь. Нет. Поэтому, к сожалению, о памяти не было. И как я привык, для меня же трагедия остаться без лицкой бумаги на сцене, я ничего не помню. Это правда, я где-то когда-то выступал, много рассказов, одна страница, вторая, третья нет. Я говорю, извините, нет концовки. Из зала кричат, чем кончилось? Я говорю, я не помню. Человек говорит, дай телефон. Я дал телефон, вслух я, поедя домой до двух ночи, в семь ночи по бумажке, дочитывал те три-четыре строчки. Трагедия, ну что же, без бумажки. Пожалуйста, еще вопросы есть? Да, пожалуйста. А какой у вас персональный секрет счастливой и плейной жизни, за исключением того, что вчера читали на контакте? Каждая семья, она индивидуально тут, как говорится, общий секретов не должно быть. Но чувство юмора, конечно, это спасительная история. Если в обоих оно есть, это гасит, как, знаете, вот вспышки такие. Ну и терпение, терпение, терпение. Моя сколько жена, 50 лет? Ну, спасибо за все, но... Нет, это любая вам семья скажет, что это счастье, которое дается большим трудом. Где-то у меня была фраза, что жена – это наказание, посланное тебе Богом. Пожалуйста, вопросы? Да, пожалуйста. Извините, я ответил. Может, остальное уйдет? Скажите, пожалуйста, наверняка вы оказывались в смешных ситуациях, нелепом. Вот опасаетесь ли вы таких ситуаций? Ну, скажите, о чем? Кто-то вот спокойно, кому-то там краска стыда, не дают спать всю ночь, ему тут несколько, и ликер не спасает, и так далее. Вот. Просто, может, вы даже вспомните какую-нибудь такую ситуацию? Ну, естественно, при всем числу народа, как это оказывается. Я понимаю. Ну, вот была одна история, она, дорогие комичины, я пытался из-за этого сделать рассказ, но вот не пошло, потому что я, в силу своей малой приспособности, я достаточно часто оказываюсь в идиотской ситуации, где меня это расплюнуть, как говорят. Потому что мы однажды должны были с женой лететь в Англию, но по каким-то причинам, а она знает язык, она вообще более контактный человек, нежели я. А я за ней, как за каменной стеной. Тут улетела она одна, и там она должна меня в Лондоне встретить. Она понимала, что, в принципе, семья может на этом и закончиться. Она мне нарисовала, на кухне лежал листок, там аэродром, самолетики, воротики были. Я сначала прилетел до Хельсинки, был очень горд собой, что и получилось. Сел самолет, лечу в Лондон, причем, значит, там я взял Сэнди Таймс, вот такая килограммовая, и, значит, я стал, как будто я истинный англичанин. Мы вышли, я думаю, ну я что-то соображаю, мы сейчас куда-то все пойдут, а я пойду. Я выбрал такую женщину симпатичную, с точечкой очидной дианку. Она направо, я направо, она налево, я налево, она в автобус, я в автобус, едем. Что-то долго, думаю, вот выйти же надо где-то рядышком. При этом жена, а, нет, еще телефонов не было, не было телефонов. Да, она выходит, я вышел, она вошла, я вошел, она встала. Ну, я смотрю, написано, Одис-Абеба. Там четыре терминала оказалось в Лондоне, и она просто летела дальше в Одис-Абебу. Куда мне было совершенно не нужно, у меня жена была гораздо ближе. И я понял, что я попал. Язык ноль, значит, дальше надо было снимать кино, а не так. Кто в шортах? Я, значит, в зимний шаг, в книге «Крининг Сэнди Таймс» килограммовый. Ноль языка, человек мечется, хочет избежать Одис-Абебы. Ужас какой-то. Да, при этом сверху, я слышу, а там она уже час второй пошел, значит, господин Альтов, меня где-то ждут. Я хотел разжечь посадочные дни. Ну как, я не могу сказать, где я нахожусь. Тут четыре терминала. Как я налетел на какую-то женщину, полька, стюардесса, она поняла по моему внешнему виду, что человек... Она так и написала, мне эта бумажка... Она написала, это человек Кризи. Абсолютно точно. Помогите ему выбрать из аэропорта. Она меня за руку взяла, довела до автобуса, который шел, сказала что-то водителю, тот одной рукой его держал, второй, потому что я рыбался. Короче, когда я вышел из аэропорта, и мы увидели друг друга, мы так кинулись на встречу, народ начал аплодировать, они думали, что это шпион, который 10 лет сидел, вот встреча. Часа четыре это дни. А вы говорите, ну вот забавно. Нет, что-то, ну не смешно. То есть... Кстати, рессора от трактора «Беларусь» вышла на прием. Это ваше желание? Еще раз. Рессора от трактора «Беларусь»? Нет, это не моя рессора. Нет, ну она был такой рассказ про шпиона. Нет, нет, раз про шпиона, это Миша Задорнов. Нет, 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 это нет. У меня про рессору не было слово. Пожалуйста, кто-то... Есть еще вопросы? Есть? В перспективе искусственного интеллекта написаннее юмора, геморологического разговора. Как вы считаете? Я вообще так интуитивно побаиваюсь всего вот этого. Но у нас гаснет естественный интеллект, по-моему, в массе населения во всем мире. А тут еще искусственный. Нет, тут я с водителем ехал, и смотрел футбол какой-то. Он говорит, нет, а сейчас найдем, что-то там включает. А лица какая-то, да, есть такая. Вот, она говорит, что-то, говорит, вы расстроились? Я шучу, говорю, давай расстроимся вместе. А надо... Это не предусмотрено. Какая-то жуть, понимаете? Сейчас... Так мало естественного, все меньше, все больше искусственного. Это трагически. Не говоря о том, что вот это, я понимаю, везде там роботы, а куда людей делать, я не могу понять. Чем люди будут заниматься? В банках там уже все. А что люди будут делать? Или это уже проблема роботов? Я не знаю, страшновато. Как я говорю, я счастлив, что я принадлежу к проскатившему поколению, и я, слава богу, все вот это уже не увижу. Это вам расслабовать? Я это слиняю. Пожалуйста. Если вопросов больше нет, тогда, наверное, переходим к автограф-сессии. А, праздник, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, вы технологическими сетями что-то не закончили или уже вылечили? Закончил. У меня больше образования, разве не чувствуется? А может, вы лучше делаете другое образование? Нет, нет, нет. Насколько я знаю, может, я не знаю все, но в основном те, которые что-то пишут, они заканчивают. Нет, нет, нет. Чисто.